Приехали в Икеа Сколько стоит? А вкула стоит, ого, 690 бат Умножаем на 2,6 и получаем сумму в рублях Крышечки всякие, тарелочки, ой, смотри, 29 бат У нас такая посуда была, мы пользовались Да, 39 бат, это, да Смотри, какой маленький диван, аккуратный Ага Столько стоит 3000 бат почти 3000 бат за диван, смотри, какой хорошенький А вот этот, он у нас не поудобнее, что у нас сейчас протестировать О, ты сядь в него Если случится в таком удобном диване Сейчас с диваном мы едем отсюда Убери подушку с постельной Он удобный Все, мы берем диван А сколько он стоит? Это очень удобно Вот это очень удобный диван, я им пользовался Ой-ой-ой, нагрелся Да, вот это очень удобная модель дивана Кстати, я его покупал за 60 тысяч А здесь он стоит Так и стоит 22 на... Ну да Это вот про это Смотри, какая детская кухня Да, стоит 4000 бат Что ж, у меня был такой стол? Я его еле собрался наставить Нам, в общем, нужно рабочее пространство Стол и стулья И почему Икея? Объясню В Икее мебель собирается из коробки То есть мы как-то купили мебель не из Икеи И для того, чтобы ее собрать Пришлось купить шуруповерт, отвертку, еще чего В Икее плюс того, что покупая мебель Ты ее собираешь, тебе не приходится... Не нужно покупать Инструменты Инструментов у меня, естественно, нет Место для хранения Входим, стол ищим Которые нашли на сайте А, вот, 790 бат Смотри, вот, 790 за стол У меня вот размеры А вот это 790 за что? Комплект прайс, комплект А, это тогда со что цена? Это на английском, Андрей, это на тайском А, окей Этот стул стоит 10 тысяч бат 30 тысяч рублей А вот стол тоже 790 ставит Но он убойкий Побольше, конечно, локти даже свисать будут При одинаковой цене Не вижу смысла Я, кстати, еще табурет тут видел Сейчас надо интересный табурет поискать Давайте вместе зайдем в выставочную квартиру Род не знаю, где здесь правильный вход Но диван А, это кухня А это кровать Это прям вот специальная, классическая, как говорили Для тайской квартиры, да? Да Мы сразу забыли, как мы выглядим Это мы Ку-ку Удивительно, что спальня очень большая Хлебный где-то затерялся Мне кажется, 300 бат один нож бы стоил Просто можно поменять все ножи сразу Так, чё по сковородкам 1000 бат Красиво Вот, вообще, да Смотри, какая кажется это О, смотри, какой это Подсвечный Подсвечный Лампочка же здесь Вот это, видишь, горит лампочка Это деклассическая таблица для кухни, которая находится вне дома У них кухни очень много где за этим находятся, за пределами Это уличная кухня Вот она даже показана Смотри, какая штука Это же плитка, да? Да Смотри, как интересно Вот еще вариант спальни Она закрыта? Это не дверь А, это не дверь? Я бы на самом деле хотел зайти туда Цена Цены, кстати, не изменились Вот, если вы покупали и пользовались И она, в принципе, ну, как продукция Apple Мне кажется, одинаково стоит В любой стране привязана курс доллара Короче, я нашел тебя Вот, короче, напиши в комментариях, что взять, ножи или игрушку А что можно так? Ну, все стандартные мишки Они, по-моему, всегда подаются в ценах Ты знаешь, что хотел? Подставку для ноутбука посмотреть Если на диване или в кровати работать Не помнишь, был столик кроватный? С мягкой подноги У тебя получилось? Угу Слушай, я ожидал, что плачет партнер Я хотел сказать о том, что внешне это выглядит Конструкция более уверенной Нежели садишься на нее Стандартная позиция по такой цене Вот это размер телека Офигеть Ну, чисто кухня в тайском стиле Небольшая Вот простенькие кухни Это цена за кухню И выглядит она Вот так 41, но я так полагаю, что это вот за верх и за низ А вот здесь 84 Вот это 84 Вот это 84 стоит Вон та кухня красивая белая Вот эта кухня 91 стоит Вот цена есть, 91 Вот это 68 кухня Стоит 90, 200 почти Ну, без техники, разумеется Без холодильника, без духовок Да Цена 200 все равно не входит наполнение Нет, конечно Это все равно все отдельно, например Ну, вот так вот склад выглядит Небольшая кей Небольшой склад у нее Это ножки, смотри Ножки, столешницы Вот это похоже на наш столешницу Вот, вот, вот они Вот джем А вот это что у нас? Майонези Это не печенки 89 стоят Сколько стоит? 59 за шоколадки И печенец Цена вот она за него выйдет 649 стоят Дорого А это пирожки, да, у нас? Да, пирожки 150 Тортики знакомы Вафли Знакомы Это как то? А, блин Кетчуп Макарошки Что делаешь? Ого До конца не просил Пойдемте покажу, что я делаю Я готовлю Ужин Ужин У меня будет Рагу Ужин Рагу Бесплатная уборка Начинаешь держаться за нее Мы уже неделю живем Практически в грязном доме Потому что за это время все никак не можем сконтактировать Удобное время для уборки Они как будто бы сами подбирают Так время, потому что это услуга бесплатная Дом у нас продолжает грязниться И сегодня в очередной раз нам сказали Уборка будет Будет в 12 Наступает 12 часов Мы остаемся ради этого дома Меняем свои планы В 12 уборка не случается И около часа дня мы пишем Где уборка-то? Они говорят, ну уборка будет в 4 И вот мы узнав об этом Начинаем резко снова менять свои планы У нас были определенные планы на 4 часа дня На 5 часов Ну ладно, окей В 4 так в 4 Начинаем Дескомфортировать с этого И потом в какой-то момент приходит Понимание и осознание того Да нафиг нам нужна эта бесплатная уборка Если она нам приносит больше дискомфорта И полных денежных трат Поэтому отказались от нее Самостоятельно убраться Больше чем полчаса времени не займет Если у вас есть подобные истории Делитесь, конечно, им в комментариях Мне будет очень интересно почитать Когда вам предложили что-то бесплатное А в итоге оказалось это платное Но платное в плане Пришлось заплатить за что-то другое Во времена купонов ты пользовалась купонами? Вообще, кстати, ни разу в жизни не пользовалась ни одним купоном Я, например, пользовался купонами Когда они только появились Это были десятые годы Один раз купил зимнюю резину на машину по купонам Думал, что сэкономил несколько тысяч рублей А в итоге переплатил несколько тысяч рублей Потому что резину мне не привезли Началась зима И мне пришлось вообще задорого покупать новую резину Потому что старел сезон Мы сейчас будем пробовать. Прикиньте, это лейтс. Картофельные дольки с сыром и с маслом. Как ты думаешь, что-то как они там внутри выглядят? Они в индивидуалках все. Во! Они вот так вот там выглядят. О, это как картошечка. Да! Но выглядят они лучше. На вкус. Да? Подождите. Блин! Подожди! Был он после третьих, хочется еще и еще. Это прям картофель. Ты знаешь, первые две, кажется, дребедение, а потом... А, барин брон классно, да. Ну, я кайфанул. Да, я еще одну открою. Мой гастрит не одобрит еще одну, но я бы съел. Мирка, иди сюда. Привет, канал. Доброе утро. Все наши попытки выходить гулять в 7 утра. Время 9.07. У Андрея мозоль. Это я столы собирал. Но столов еще нет на канале. Они, наверное, уже вышли или выйдут. Да, у нас теперь рабочее место. Они к прогулке никуда не канута едят. Подъем и спад. Неделю мы просыпаемся рано, а неделю мы просыпаемся позже. Утренняя философия от моего мужа. Да, везде должна быть гармония. Ты неделю рано встаешь, неделю отсыпаешься и так, так, так меняешь. Это совершенно хороший процесс. Рекомендую. Андрей собаку воспитывает. Я не брал с собой игрушку. Камера в моих руках. Андрей чуть без настроения. Мы приехали на Current Viewpoint. Солнце слепит. Все так отражается и пальмы не зеленые. Здесь так можно пройти по кругу и увидеть несколько пляжей. Что делаешь? Фотографирую. Там в виде Карн Ката. Можно сюда наверх подниматься. Там есть какие-то птицы и женщины. С ними можно сфотографироваться. Но мы не будем. Хотя он интересен, что я сейчас потому что нельзя. Вот так вот нельзя снимать птичка. Короче, заехали опять куда-то. Так это выглядит. То, что мы видим. Дорога, по которой мы едем. Выглядит совсем непрезентабельно. Но зато презентабельный вид. Всем, кому страшно, здесь такой отрезкий обрыв. И песочек скатывается. Да, заехали мы куда-то. Надеюсь, здесь не ездят пикапы сейчас, знаешь. Да, вот это вот. Торлись мы там в забор. Здесь вот такая красота. Это катаной. Там Будда наверху сидит. Андрей снимает. Решили оставить машину. Пройтись немножечко наверх. Вообще, по идее, тогда должна быть тропа, чтобы подняться до какого-то вьюпоинта. Посмотрим, можно ли пройти. Насколько это безопасно. Потому что все-таки змеи, вораны могут быть. Не очень бы хотелось с ними встретиться. Вот стоит какой-то мопед. Видимо, кто-то пошел наверх. Вот видите, забор. Чисто теоретически там тропа есть. Но какая-то она ненадежная. Вон тропа. Ну ладно. В общем, было принято решение пойти туда. Попробовать посмотреть. Главное, чтобы нас не съели комары. Но по карте типа 3 минуты вроде как идти. Это машина посреди дороги оставила. Тут сонный ходит, видимо. В общем, куда-то спускаемся. Главное потом подняться. Как всегда, без воды, без еды. Я даже без телефона. Кстати, слышно эту лодку. Значит, здесь рядышком. Здесь морюшко. Короче, через 5 минут пути мы решили посмотреть, куда же мы идем. Мы? Да, вот мы вот сюда идем. Это уже 5G, не 5G. Ну, рыбаки и там рыбачат. Что, не пойдем? Тогда пошли обратно. А если мы сейчас спустимся просто к морю, ко мне? Ну-ка, ладно. Идем обратно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok windmill view point там пляж найхарн здесь кстати пляж януи бич на нем snorkeling говорят классный так что были сейчас покажу где там наверху хотим залезть на этот камень вот были вон там наверху там найхарн здесь говорят классный snorkeling там мы были андрей отказывается снимать какие-то режима нужно включать да и вообще он вредно сегодня ужасно самое главное не навернуться ребята собирают эти ракушки откалывают молоточками не знают ничего и зачем если знаете напишите комментарии кстати только что вот там девчонки фотографируются не плановое включение мы сейчас находимся на равая сами были удивлены еще месяц или два назад мы здесь последний раз были здесь не было магазина нормального супермаркета смотри что открылось типа торговый центр здесь и стоп starbucks еще судя по всему не запустили то есть принципе это самый привычный топ с выпечкой с алкоголем достаточно много фруктов по даже форме сердечка разнообразное мясо наконец-таки наравая пришла жизнь вместе с супермаркетом потому что с этим день были проблемы я не думаю что здесь есть что-то особенное потому что больше выглядит знаешь какой топс вот центр фестиваль есть топс и в центр флореста есть топс вот которых центр фестиваль да он похож флореста такой классный а здесь старбакс еще не запущен здесь доделывается ремонт но это на просто состояние начала февраля вот унировая привычный порт вот так называется топ starbucks крутя здесь очень сильно рыбок и пахнет не знаю микрофон услышит меня или нет сильный запах рыбы вот там дальше нараваяк самый популярный рыбный рынок но кстати это не дешевле чем в другом месте очень туристическое место но и такие места называю они переоценены потому что исторически так сложилось что туристами облюбленное место красиво отсюда вид такой типа крабины минималка получается гор перед тобой